Развитие отрасли электроэнергетики Алексей Текслер и Михаил Игнатьев обсудили в расширенном составе. Какие задачи сейчас ставят перед производственниками и какую поддержку им окажут в правительстве? Ответы на эти вопросы в сюжете Дмитрия Ковалева. Рынок энергетики страны нуждается в перезапуске. Этот процесс уже начался, была утверждена дорожная карта, сейчас все зависит от производителей. Перспектива за фотоэлектрическими модулями. Только до конца этого года планируется ввести порядка 100 мегаватт возобновляемых источников. Мы видим, что в мире возрастает роль возобновляемой энергетики. Развиваются технологии накопителей, распределенные генерации на основе возобновляемых источников. Внедряются технологии умных сетей, умных городов. Все это размывает границы между производителями и потребителями электроэнергии. Сегодня для удержания своих лидирующих позиций на глобальных энергетических рынках и выхода на новые высокотехнологичные рынки необходимо трансформировать имеющийся задел в развитие традиционной энергетики в энергетику завтрашнего дня. Перспективные разработки в сфере возобновляемой энергетики первому заместителю федерального министра показали на заводе в городе Спутники. Солнечные модули, отмечает он, будут пользоваться спросом в труднодоступных территориях страны. Для новочебоксарского предприятия «Хевел» это стабильные заказы на годы вперед. Мы здесь, в Чувашии, можем наблюдать плоды той политики поддержки возобновляемых источников, когда не только объемы генерации, а в основном все мерят объемами генерации. Тут, кстати, тоже есть чем хвалиться. А в первую очередь собственной научной, технической и производственной базой. В области энергетики в ближайшие годы должны увеличиться экспортные поставки. Доля импорта на этом рынке все еще высока. Наша задача выполнять, поставленную задачу президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, это заниматься импортозамещением. У нас получается, на самом деле, и с Федеральным министерством промышленности и торговли, мы эффективно конструктивно взаимодействуем, чтобы работать уже над изменением стандартов. Значит, сейчас центр сертификации на первом этапе запустили. Это дает нашим предпринимателям, с учетом созданных благоприятных условий, комфортной среды, создавать новые предприятия. В области энергетики предприятия Республики сделали большой шаг вперед. Участие в строительстве Крымского энергомоста, объектов Олимпийского Сочи, реконструкция крупных атомных станций. Предприятия Чувашского электрокластера реализуют десятки проектов. У нас есть опыт, когда мы вместе с нашими предприятиями, входящими в группу в кластер, выезжаем в организации ФСК, Руссети, Генерирующие, Русгидро, для того, чтобы показать себя не одно, а все группы предприятий. Мы тоже буквально недавно были в Руссетях, в сентябре месяце, где обсуждали разработку концепции по цифровой подстанции. Это как раз в рамках национального проекта цифровой подстанции. В том числе и наш электропаратный завод сегодня проводит разработку нового типа силовых преобразователей, обеспечивающих работу интеллектуальных энергосберегающих и физических систем. По итогам встречи в Доме правительства Минэнергостраны проанализируют проблемы, которые мешают предприятиям продвигать инновации. В рамках политики импортозамещения Министерство энергетики и наши другие ведомства заинтересованы в развитии направления импортозамещения и, безусловно, окажем поддержку республике в этой части и в ручном режиме, и в более системном режиме. Новую высоту взял и электроаппаратный завод. Предприятия и Национальный инжиниринговый центр энергетики подписали соглашение о сотрудничестве. Партнеры договорились реализовывать совместные проекты. Дмитрий Ковалев, Рассель Мухаммедов, Республика.